МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы стать чемпионом, нужно очень верить, что ты можешь им стать. Не слушать тех, кто говорит, что ты слаб, что прыгнуть выше собственной головы невозможно. Просто идти к намеченной цели шаг за шагом. И тогда победа будет наградой за то, что ты сделал. Смотрите сегодня. У Кубка губернатора будет новый владелец. Пионер складывает полномочия. Главным возмутителем спокойствия в этом турнире является родина из станицы Андреевской. Школа Кубаночки снова доказала, что лучшее в крае. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На минувшей неделе мы узнали всех участников суперфинала Краевого Кубка губернатора. В четвертьфиналах победители предыдущего этапа экзаменовали команды, занявшие первые места в зонах. Многие сходились на мнение, что именно эта четверка и будет бороться за трофей. Русь, Новороссийский, Спартак, Аромат и Агрокомплекс и впрямь выглядели в регулярном турнире непобедимыми машинами, разнося соперников в пух и прах. Но плей-офф на то и есть плей-офф, что здесь не все идет по заранее расписанному сценарию. По подбору футболистов это очевидно было, что мы будем идти на первом месте и одерживать победу за победой. Танцовочки немножко сдали, немножко наши позиции. Ну, сейчас вот продолжается борьба с хорошим, достаточно хорошим соперником. Как вы поняли, из всех четвертьфиналов мы выбрали игру в выселках, где Агрокомплекс встречался с пионером из Ленинградской, между прочим, действующим победителем Кубка губернатора. Наверняка ленинградцы строили планы повторить прошлогодний успех. В первом матче, прошедшем в Ленинградской, во всяком случае, поиздеваться над собой Агрокомплексу они не позволили. Правда, и сами ничего из домашней игры не выжили. Очень много борьбы в середине поля и нулевая ничья. Так что выяснение отношений пришлось перенести в выселки. Начало второго матча стало логическим продолжением первого. Пионер ни в чем не уступал Агрокомплексу. Первые полчаса игры прошли вообще без моментов. Вязкая, не очень зрелищная игра в середине поля. На трибунах в первые полчаса было гораздо интересней. Завести своих пробовала выселковская торсида. Возглавляет ее, кстати, отец главного бомбардира команды и использует для этого весьма необычное техническое средство. Выселки! Выселки! Вперед, ребят, в победе! Это аппарат, сказать честно, нашего друга. Наш друг очень любит музыку. И этот аппарат сегодня пришла мысль, чтобы взять для того, чтобы поддержать команду. Докричаться до своих у выселковцев получилось. К концу тайма они активнее пошли вперед, заработали угловой и даже сообразили первый голевой момент. А вот перерыв пошел больше на пользу гостям. Пионер не просто отодвинул игру от своих ворот, но стал хозяином положения. Любой гол, который они бы забили, сделал бы задачу агрокомплекса трудно решаемой. Нужно было что-то делать. Что интересно, главный тренер агрокомплекса Александр Манилов является и капитаном команды. То есть играет в поле. А со скамейки командой никто не руководит. Как в такой ситуации менять игру и делать замены? Уже до игры я план был, что если будем выигрывать, нужно будет сбить темп, паузы, почаще замены делать. Замены, слава богу, у меня равноценные, хорошие игроки сидят на лавочке. Это еще мягко сказано, что равноценные. Кто откажется иметь на скамейке чемпиона Европы среди студентов? Хан Гок Вьет, недавно принявший российское гражданство и ставший Владимиром Ханом, вышел на поле на 60-й минуте и перевернул игру. Спустя всего 5 минут он так хорошо подал угловой, что вынудил ошибиться вратаря пионера, опытного Андраника Карагизяна. И Антон Власов вторым темпом открыл счет в матче. Так в противостоянии команд, которые за регулярный турнир наколотили ворота противников почти две сотни мячей, первый гол был забит только спустя 2,5 часа игрового времени. Мы рассчитывали на то, что пионер будет играть первым номером, поэтому наша задача была выбежать в контратаку и создать как можно опасных моментов. Так и получилось, соперник начал раскрываться, ему нужно было забивать. После того, как команда наконец размочили, казавшиеся вечными нули на табло, игра окончательно раскрылась. Пионеру уже не было никакого резона стоять сзади, и они пошли в обан. Агрокомплекс принял такой ход и с удовольствием бегал в контратаке. Чаша весов в эти полчаса могла качнуться в любую сторону. Все вопросы были сняты на 83-й минуте. На этот раз полноценную голевую передачу записал на свой счет Владимир Хан. Александр Краснов вышел 1 на 1 с Карагизианом и забил свой 33-й мяч в сезоне. Впрочем, в матче был еще один знаковый эпизод. Уже на 96-й минуте основного времени пионер заработал пенальти. Даже если бы гости его реализовали, это ничего бы не поменяло. Но вратарь агрокомплекса Денис Зотов даже такой мелочи игроку-пионера Виктору Гукалову не позволил. Так, обладатель кубка сложил в себя полномочия, а главная команда выселок попала в полуфинал, где соперники будут еще серьезней. Мы уже не первый год с ним встречаемся, до этого мы вылетели, 3-0 им проиграли на выезде и 4-1 выиграли дома, не хватило одного гола. Настраивались мы на первую игру, что-то не получалось, сделали корректировки какие-то, выселы во второй игре, доказали, выиграли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а самое захватывающее противостояние было в паре «Родина-Аромат». В первой игре в станице Андреевской счет открыли гости на 43-й минуте. После подачи углового Игорь Горюнов буквально затолкал мяч в сетку. Но победить в гостях отрадницам не удалось. За 3 минуты до финального свистка, также после стандарта, гол в эти же ворота забил игрок «Родины» Руслан Гуляхмедов. Хватало напряжения в ответной игре. Уже на третьей минуте капитан «Аромата» Роман Популов и своей штрафной сделал длинную передачу на Алексея Красноруцкого. Тут вышел один на один и открыл счет. И снова «Родина» смогла отыграться. На 65-й минуте случился очередной спасительный стандарт, благодаря которому Владимир Узойкин перевел игру сначала в овертайм, а потом и в серию после матчевых пенальти. Сначала у соперников в ней все шло хорошо. По 4 точных удара с обоих сторон. Но в решающий момент и вышел 11-метровый у игрока «Аромата» Артема Корбова. Его удар отразил Максим Васильев. А через минуту наказание за это исполнил Александр Соловьев, оформивший главную сенсацию четверть финалов Кубка Губернатора. Два главных фаворита Кубка больших проблем с соперниками не испытали. Русь забила 9 голов Анапе, а «Спартак» из Таницы Раевской отправил 7 мячей ворота второго холдинга. Что удивительно, именно эти команды по жребию попали во вторую полуфинальную пару. Нас ждет скрытый финал. Уверен, что у «Агрокомплекса» и особенно у «Смелой Родины» другое мнение. В заключении нашей программы о финале Кубка Краснодарского края среди девушек. Мы уже рассказывали вам о предварительных этапах этого турнира. И вы уже знаете, что в решающем матче нас с вами ждало классическое противостояние Краснодара и Новороссийска. Футбол, конечно, прежде всего. Но девушки на то и девушки, чтобы начало даже такого важного матча, обставить трогательно. У игрока Кубаночки Дианы Рогозы был день рождения. Поэтому все началось с роскошного букета роз. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Вдвойне приятно, что эти розы мы подарили футболистке, которая стала мамой и сейчас продолжила свою деятельность уже в статусе тренера. А здесь она играет как любитель, потому что она просто любит играть в футбол. На данный момент преимущество школы Кубаночки над остальными настолько велико, что главным вопросом был, сможет ли портовый город вообще что-то противопоставить краевой столице. Относительно равная игра была только первую половину первого тайма. А затем Милана Вартанян из Кубаночки классно открыла счет. С лени штрафной она мастерски уложила мяч в правый нижний угол Новороссийских ворот. Я не смотрела на вратаря, я смотрела только на мяч и просто провела в дальний угол. Достойный соперник. Думаю, он самый подходящий для нас соперник. Впрочем, до избиения младенцев было еще далеко. Более того, при счете 0-1 Новороссийская победа имела самый реальный шанс наказать Кубаночку за увлечение атакой. Но Елена Станового дважды в одном эпизоде смогла выручить свою команду. Обиды на защитников нет, так как они активно подключались к атаке и немного не успели отработать сзади. Но для этого и есть моя работа, что мне их нужно было подстраховать. Эти сейвы вратаря придали еще большую уверенность полевым игрокам и далее инициативу матча они уже не упускали. На 37-й минуте голевым пасом отметилась именинница Диана Рогоза. С ее передачи забила Анастасия Капраль. Еще одним савтором гола можно считать Новороссийского вратаря, не очень уверенно сыгравшего в эпизоде. Я медленно вышла на мяч из-за того, что и защитники где-то не успели, и получается выход мой был совершенно неправильный. Поэтому, да, вышло так, что мне получается забили из-за того, что позиция на поле я занимала неправильно. Во втором теме продолжилась интересная игра, достойная финала. Победа, конечно, не сдавалась. Пыталась атаковать, но не создала ни одного момента, похожего на тот, что был в первом тайме. А Кубаночка продолжила развивать свой успех. На 67-й минуте Анастасия Капраль после подачи углового оформила дубль. До этого во всех матчах я не забивала ни одного мяча. Сегодня меня как будто прорвало, я не знаю, как даже это выразить. Эмоций очень много. Я удивлена на самом деле, сама себя. После того, как счет стал крупный наставник победы, решил сменить вратаря. А уже после игры объяснял нам, что это совсем не связано с тремя пропущенными мячами. Я дал девочкам всем поиграть. Всем, кто приехал, запасных. И вратарь, и другие игроки. Чтобы набирались опыта. Сейчас для нас главное играть, играть, играть. Чтобы набирались опыта. Анастасия Ярыгина покинула поле, а место в воротах заняла Влада Аритинская. Ей оставалось 10 минут игрового времени. Но и их молодая новороссийка не смогла отыграть на ноль. Итоговый счет перед финальным свистком установила Медея Жаркова. Я не поняла даже, как он оказался все-таки. Как-то быстро все произошло. И не поняла, на суете все было. Все-таки финальная игра. И как бы должны были больше забывать. 4-0 результат, который не требует дополнительных комментариев. Поэтому подведем итоги турнира в другой плоскости. Он показал, что в нашем крае появляются школы, где девчонки учатся играть в футбол. Причем делают это неплохо. Двухзначных счетов на Кубке Края не было замечено. На данный момент в российском высшем дивизионе в разных командах играют 30 кубанских воспитанниц. И почему бы девчонкам, про которых мы сделали этот сюжет, уже в ближайшее время этот список не пополнить. У нас эти девчонки также участвуют в других соревнованиях. Поэтому для них это как определенная ступень и этап. А на следующий год, я думаю, мы в этом сезоне набрались опыта. Будем тренироваться и стараться еще и в чемпионате. Кто же победит в Кубке Губернатора? Лихая всем забивающая Русь? Опытный и мастеровитый Спартак? Второй год мечтающий о Кубке Агрокомплекс? Или уже почувствовавшая вкус крови фаворитов Родина? Смотрите нашу программу и следите за тем, чем живет край футбольный. Субтитры сделал DimaTorzok